при работе нбк расходуется примерно полтора литра воды в час приветствую вас братья самогонщики и если кто-то перегоняет большие количество браги эту проблему нужно как-то решать поэтому сегодня я хочу вам показать свой способ как я решил эту проблему может быть кто-то возьмет его на вооружение давайте покажу вам как я все сделал самый простой бюджетный способ как наливать воду в куб во время перегона это поставить вот такой тройник прямо на крышку куба как видите у меня стоит тройник здесь отвод под 45 градусов и здесь заглушка естественно когда нужно во время перегона добавить воды заглушку ставите лейку и просто наливаете сюда воду добавили воду и закрываете это все опять обратно заливать воду в куб таким образом конечно же можно но здесь возникла другая идея узнать сколько воды в кубе находится в данный момент можно только очень приблизительно и поэтому у меня сразу же возникла идея снабдить куб показателем уровня и давайте вам покажу как это реализовал указатель уровня я организовал прямо через сливной кран вкрутил уголок а на другой его конец одел силиконовую трубочку уголок это фитинг от металла пластиковой трубы как видите с одной стороны здесь есть резьба в моем случае она была естественно снаружи а с другой стороны вот такой штуцер на который хорошо одевается силиконовый шланг на 8 для того чтобы уровень воды был лучше виден в этом силиконовом шланге я опустил туда вот такой кусочек пластиковой трубочки красного цвета вики все отлично видно до какого уровня доходит жидкость моя инженерная мысль работала дальше и я вспомнил что у меня есть вот такая заглушка а в ней есть сквозная гильза на эту гильзу можно одеть шланг шлангу подключить игольчатый кран и уже не снимая заглушки через игольчатый кран подавать воду в куб и поэтому я решил это все организовать сейчас покажу что получилось и в итоге получилось у меня такая система вот она заглушка с этой трубочкой на которую одеты шланг и игольчатый кран то есть я уже открывал кран подавал воду в куб и по указателю уровня смотрел сколько воды в кубе все было как-то вроде приемлемо и очень весело единственное что вот эта трубочка она у меня просто вот видите так болталась нужно было ее как-то закрепить чтобы она не падала потому что кран постоянно открыт если трубочка падала естественно из нее сразу же начинала выливаться горячая вода я думаю что все вы в старых черно-белых фильмах видели первые телефоны когда чтобы человеку разговаривать нужно было задействовать сразу две руки одной рукой держал микрофон второй держал телефонный капсуль да то есть капсуль прикладывали рукой к уху и говорили в микрофон это было до тех пор пока кто-то не додумался телефонный капсуль и микрофон и соединить перемычкой и уже получалось обычная трубка телефонная которую можно было взять и одной рукой держать и точно такая же идея у меня возникла и с моей системой то есть я решил указатель уровня и наливную систему соединить воедино посмотрите что у меня получилось организовал я все следующим образом помог мне в этом обычный пластиковый тройник видите указатель уровня к нему подходит снизу игольчатый кран подключен с этой стороны и здесь подключена к заглушки для того чтобы была развязка по давлению в дальнейшем я выяснил на какое положение нужно установить кран чтобы допустим подавалась полтора литра в час и делал следующим образом как только куб закипал начинался процесс я сразу устанавливал в это положение игольчатый кран и вода у меня потихонечку потихонечку подавалась в куб получилась такая квази автоматика но как говорится всегда хочется большего наша жизнь это такой эскалатор который движется всегда навстречу нашему движению и если вы только остановились значит вы сразу поедете вниз брать самогонщики уже в следующем видео я покажу вам как очень бюджетно сделать настоящую автоматику для подачи воды в куб а пока братцы на этом все как всегда ни голов ни хвостов чтобы не было у вас сэми всем добра увидимся скоро лайк поставь